всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале с вами Айга Эмили и если вы до сих пор не подписан на мой канал то обязательно сделайте это мне будет безумно просто приятно если вы все равно меня смотрите пишите хорошие комментарии поддерживайте то пожалуйста подпишитесь в общем сегодня мы с вами кушаем курицу и это именно те части курицы которые просто обожаю это горлышко крылышки в общем все самое вкусное именно здесь дальше здесь у нас огурчик обычные консервированные домашние и чипсы руки чипсы сухарики хрустим кофе три в одном последнее время задумываюсь купить себе кофемашину на стоит в принципе недорого но я люблю когда все есть дома и когда работал в магазине техники я была шокирована настолько много покупают эти кофемашины там есть разные чуть подороже чуть подешевле но их очень хорошо покупали конечно нам тоже постоянно нужно покупать эти капсулы но кофе получается очень вкусные у нас был фирмы делон ч я итальянская марка не знаю как правильно произносится но нам говорили что так и и больше всего как раз таки покупали и раньше вообще ненавидела кофе а сейчас прям нравится сегодня хочу снять видео братом или хотя лучше не говорить в общем сколько зарабатывают блогеры с 1000 просмотров показать свою аналитику например с каких видео конкретно сколько я заработала и что влияет на это все почему где-то показатели совсем выше а где-то совсем низкие в чем секрет почему такая большая разница между разными видео я хочу это все заснять показать рассказать что как делается какой-то такого зая полезное везем скорее всего всем моим зрителям это будет не интересно но часть аудитории которая тоже планирует когда-то стать блогерами или возможно вы уже зарабатываете на ю тубе такое вот видео я хочу заснять не просто голословно прикреплю скрины моей аналитики покажу в общем если вам интересно пишите в комментариях быстрее выпущу еще я даже не засняла это видео просто так на уровне планов все это дело вчера смотрела интервью ивана гая очень было интересно его послушать человеку который зарабатывал просто миллионы и просто ушел с ю тубом ушел на вершине мне именно из-за этого мне кажется его так любят иногда бывает блогеры уже не смотрят там вообще мизерные просмотры но блогер продолжать как-то выкарабкиваться что-то стараться делать вкладывать в контент а другое дело человека был на вершине просто взял и ушел так что я посмотрела сделал для себя выводы кое-какие люблю смотреть интервью когда что-то делаю по дому вчера например делала порядок у себя в полочках я как радио это слушаю меня где-то рядом лежит телефон я просто мельком заглядываю продолжаю делать свои дела это было самоубийство ничего я буду кушать прям руками давайте поотвечаю на вопросы элизабет с задает вопрос айка интересно как ты начала вести блог как оба реакции окружающих друзей у меня например очень сильное желание но я не могу сделать первый шаг как будто я боюсь негативной реакции и насмешек окружающих что мне посоветуешь если ты хочешь то делай пофиг то что подумает у меня тоже когда я начала одна из наших родственниц сказала что тебе что делать нечего ей богу тебе делать нечего у меня есть настолько обидела то есть меня не поверили а сейчас она тоже хочет завести канал даже не то что хочет у нее есть свой канал поэтому я не обвиняю ее может быть я тоже тогда в себя бы не поверила чтобы не получится потому что столько каналов у которых там не знаю по 300 просмотров и так годами и дело не идет поэтому наверно как там как там стоило ожидать такую реакция я помню мама сидела на диване мне уже давно крутилась в голове такая идея опять начать снимать видео потому что до этого у меня был канал который я потом удалила я просто была подключена к партнерской программе от которой я не могла отказаться это предыдущий мой первый канал вроде подписчики росли я не хотела работать почему я должна свой доход 30 процентов отдавать какой-то компании за что просто типа за какую-то помощь а за какую если весь контент делаю я обложки хэштеги все пишу я в общем проблема партнерской программы заключается в том что они типа тебе помогают а ты им за это отдаешь часть своего дохода но проблема в том что они не хотят начинать работать с начинающими блогерами у которых не знаю тысячи две тысячи подписчиков потому что там дохода никакого нет они хотят сразу сотрудничать с теми блогерами которые уже хорошо зарабатывают с ютуба а блогер который уже хорошо зарабатывает с ютуба зачем ему ты просто извиняюсь за вопрос зачем ему выстегивать 20 процентов 30 процентов тебе если он сам дошел до этого уровня у него все офигенно ну в общем суть не в этом раньше когда я только начала первый раз не было такой темы что чтобы стать партнером ютуба у тебя должно быть тысяча подписчиков вот как только ты открыл канал сразу тебе капали деньги и было очень удобно сейчас конечно это очень сложно все дело надо набрать тысяча подписчиков четыре тысячи часов просмотров потом отправляют запрос потом только возможно ты станешь ютубером ну в общем первый раз я удалила потому что я была в рабах что ли как сказать рабыни одной мидии сети не буду называть какой я хотела отключиться они мне просто не отвечали они меня просто игнорили представляете я подключилась а теперь я хочу отключиться они мне не отвечают в общем тут я подхожу к маме и говорю что я хочу опять начать ютубом заниматься мама как бы не сразу поддержала если честно в начале разговора она как бы так сомневалась говорит вот универ закончил у тебя такая хорошая работа тыры-пыры то есть заканчиваешь универ устроилась ты хорошо я работала в то время участие в универе в госструктуре очень престижная и у нас как бы в Азербайджане не приветствуется что ты например блогер и еще ты работаешь в какой-то должности в государственное то есть ты как бы если работаешь на госструктуре ты должен быть более такой серьезный ну не знаю опять же это я слышала что такое нельзя но такого закона вроде как нет но я никого не видела кто например депутат и еще плюс блогер в общем мама мне сказала что ты целеустремленная у тебя там получится все возможно нам дела пойдут хорошо вот я раскинула мозгами послушала маму и сделала так как считаю нужным я единственный человек который меня прям обеими руками поддержал это мой брат с детства где-то с 13-14 лет у меня брат смотрел всегда ютуб я была мелкая и как бы мне компьютер доставался только по праздникам в то время смартфонов таких не было чтобы посмотреть ютубчик надо было зайти именно через ком я совсем мелкая была а он смотрел ютуб обожал Ивангая Ивангая в то время мне казалось таким взрослым парнем а сейчас он выглядит как мой сын остановите планету я сойду ну в общем и мой брат всегда мечтал быть ютубером вот всегда это была самая заветная его мечта я даже помню он приехал сюда в Азербайджан и решил что будет здесь снимать социальные эксперименты в то время это было безумно модно набирал огромные просмотры и мы короче решили пойти купить камеру дома денег не было пошли покупать в кредит и вы знаете мы пошли в несколько магазинов везде везде нам отказали в кредите потому что у нас не было места работы у нас не было первоначального взноса короче ни копейки денег не было я вот сейчас вспоминаю просто эти моменты мы ходили в магазин и в последнем магазине мой брат сел на лестницу и прям так расстроился говорит вот столько магазинов прошли нигде нам не дали кредит даже в этом магазине нам не дали а снимать он хотел всегда сразу с хорошего качества то есть на телефон социальные эксперименты снимать это как-то несерьезно нужен был штатив нужен был беспроводной микрофон и так далее вся эта техника стоила дорого потом через три года в этом магазине в котором мне отказали в кредите я работала помощником директора так что жизнь такая непредсказуемая штука если внутри вас есть мечта какая-то я смотрела блогера я ее просто обожала до сих пор ее смотрю и я недавно увидела комментарии что она меня тоже смотрит для меня был такой шок мы подписались друг на друга в инстаграме и мы общаемся и вы знаете лет пять назад я не могла бы поверить что она будет со мной общаться то есть поэтому все ваши мечты и желания они реальны главное в это верить и стараться потом как бы брат очень обрадовался когда я решила начать снимать видео первое время я снимала на телефон естественно первый год даже может полтора моей деятельности я не зарабатывал ничего ноль не ждите что вы начнете сразу например снимать видео и сразу пойдет доход возможно года три вы будете снимать видео никакого дохода не будет я не знаю за что любят блогера не знаю за что смотрят например у меня по 50 тысяч на видео есть блогеры у которых не знаю по 20 миллионов на каждом видео понимаете ну понятное дело там детский формат и все дела за что-то цепляет наверное да я вот Инну Судакову как бы смотрю там мат перемат и все такое но в ней есть что-то то есть в человеке что-то должно быть что цепляет зрителя и как бы у меня все начало очень быстро развиваться я естественно радовалась ну почему я именно полтора года ничего не зарабатывала я отправила заявку на то чтобы стать партнером ютубе уже зарабатывать и я как бы эту заявку ждала почти 8 месяцев прикиньте я снимала в неделю 3 видео и 8 месяцев ждала ответа и причем ответ мог бы прийти и нет не обязательно что это да вот я продолжала снимать естественно ничего не зарабатывала но хотелось как-то улучшить качество мой брат уехал в то время обратно к папе подзаработал денег и отправил мне сказал что на эти деньги купи себе камеру или сначала он сказал купи себе ноутбук в общем сначала говорит купи себе ноутбук я пошла купила потом где-то через 2 месяца он мне говорит иди купи себе камеру но я вот эту красавицу купила и естественно видео начали выходить более качественными я тоже поняла как бы как себя вести что говорить в видео потому что в начале видео если хотите перекрутите посмотрите там очень так наигранно я как актриса себя веду если честно не могу сказать что я это я нет как бы я наверное строила из себя кого-то то есть это не настоящая я абсолютно я специально эти видео не удаляю хотя они позорные я вам ссылочку кстати оставлю кому интересно на свое первое видео чтобы вы там не крутили не искали вот мне очень стыдно за эти видео вот искренне говорю я смотрю и вот просто я хочу сквозь землю провалиться но я этого не делаю не удаляю просто потому что это какая-то история это прогресс и это дает вам возможность как бы думать так же то есть вы тоже сейчас может поснимаете не очень но со временем как бы у вас будет получаться это намного лучше поэтому обязательно верьте в себя я вас всех очень сильно люблю целую с вами Блайк Эмили такое мотивационное видео у нас сегодня получилось